И вот мы сегодня приехали в Наровчатку. Это чуть-чуть дальше Агаповки. Ну, чтобы вы поняли, да? От Агаповки до сюда 3 минуты. Кстати, вы сюда можете приехать и по-другому. Объездная дорога, которая работает у нас с юга, да, помните? Была такая классная дорога. Так вот, объездная дорога вот так, вот так, вот так, вот так, вот так везет. И вы можете прямо с юга выехать. Тут доехать недалече. Километра 4. Это если вы выезжаете с юга города Магнитогорска. То есть доехать сюда вам необходимо, потому что здесь находится то, чему мы бы рады вас приветствовать. Дело в том, что здесь уж 15 лет, как работает лимонарий. А может быть и больше, я толком не знаю. Что такое лимонарий? А вот для этого мы сегодня сюда и зайдем. Я вам кое-что еще и внимательно расскажу, а вы поймете. Да, было-то время. По сути, мы здесь снимали неоднократно. Но изменилось многое. Теплицы на Ровчатке сегодня представляют жалкое зрелище. И рядом Москва встала на свои ноги. Но то, что нужно магнитогорцам, а это лимонарий, он живет. Скажем, были проблемы, но по сути все, что нужно, здесь есть. А нужен нормальный экопарк, в котором более 400 видов вечно зеленых растений. И вы представляете, все это есть и проехать-то просто. Цитрусовые растения. Это то, что нужно. И без цитрусовых мы не можем жить. Помнится, была такая ситуация в свое время. Цингой, помнится? Цинга такая штука была. Посмотрите внимательно. В интернете залезь сюда, посмотрите. Часто заболевали те, кто не ел лимон, не ел цитрусовые. Почему такая штука случалась? Потому что цитрус нам дает то, что нам необходимо. Он дает витамин С. И очень хорошо. А круче, чем лимон, вам никто этого не сделает. Цитрусовых здесь много, в действительности. Вам просто необходимо сюда приехать. Потому что те цитрусовые, которые приезжают к нам со стороны, ну понятно, да? То есть они даже тем ароматом не являются. Здесь вы съедаете весь лимон и даже с цедрой. И поэтому цена вопроса достаточно высока. Но, тем не менее, вы должны понять, что все это растет здесь, в Магнитогорске, рядышком с Магнитогорском, в Наровчатке, в Лимонарии. Поэтому есть вам необходимость сюда приехать. И, естественно, у вас возникает вопрос, да? Что же делать другим людям, у которых некоторые проблемки? Вариант другой. Зайдите, пожалуйста, на YouTube. Посмотрите, пожалуйста, мою фамилию. Фамилия моя очень-очень простая. Че Лейкин. Две ешки. Сразу на меня зайдете. И посмотрите, что я вам приготовил по слову лимонарий. Просто посмотрите. Сразу все поймете. Об этой сказочной силе цитрусовых в другой передаче на другом канале. Но вы понять-то должны. У нас рядом располагается замечательный вечно зеленый парк. А мест таких даже в областном центре то и нет. И вам понять-то надо, когда на улице холодно, пару-тройку часов в вечной зелени необходимо провести. А как сюда доехать? Да это просто. Мне нравятся лимоны. Лимоны тоже нравятся? А какие тебе нравятся лимоны? Большие? Да, большие. А маленькие тоже? И маленькие нравятся. А вообще надо понять, куда ты приехала? Недалече от города-то, правильно? В лимонарий. Ну недалеко, да, от города? Нет. А сколько расстояния было примерно? Десять. Десять минут от города всего лишь? Да, десять. Да, и сюда приезжают. И здесь есть возможность купить саженцы. Это необходимо было бы сделать в наших садах. Но в наших садах только перцы, помидоры и огурцы. Но понятен результат. Вы поставьте себе тепличку в тенечек. И у вас будет замечательный рай. И лимоны, и фейхуа, и папайя, и многое другое. Благо сейчас теплицы могут работать и круглый год. Всегда знала, что недалеко от города у нас находится лимонарий. Но никогда сюда не приезжала. И зря. Сразу же, как только мы сделали первый шаг здесь, такое ощущение, как будто я оказалась в Турции. Вот как выходишь из аэропорта, и сразу теплый-теплый воздух и прекрасный запах цветов. Вот здесь то же самое. И причем это ощущаю не только я. Все люди, которые делают первый шаг, у них сразу же такие ощущения возникают. Здесь работают какие-то волшебники. 400 видов различных экзотических растений. А какие здесь интересные животные. И я советую парам, которые просто гуляют на улице, приедьте сюда, проведите время здесь. Вот это уж точно запомнится. Сегодня 14 февраля, День влюбленных. Так вот, не повод ли приехать сюда и вот в таких условиях подарить свои влюбленные подарок на День влюбленных. И получают результат. Немногие ведь могут проехать зимой в тропике. Да и по сути-то не надо, когда тропики для вас в 10 минутах езды. Вы просто поймете тропическую зелень. И цена несопоставима с путешествием на 10 дней. 150 рублей посещение, детям мелким халява, хотите послушать лекцию, да пожалуйста, хотите лимон, да легко. Хотите что-то другое, и это возможно. Ну а суть-то очевидна. Вы приезжаете сюда и можете купить то, что здесь выращено. Вы понимаете, что купили настоящий лимон, не коцаной переработкой, не высохший. И этот лимон будет работать для вас, отдавая себя без остатка. Поскольку я мама, я не могу не порадоваться тому, как себя ощущает здесь мой ребенок. Мама, обязательно привезите своих деток сюда. Они знакомятся здесь вот с этими прекрасными, экзотическими растениями, общаются с этими экзотическими животными. И вообще-то надо понять, такое случается, грузят вас не по-детски. Так вот, в этом тропическом лесу, который располагается рядом с вами, вы можете все это выкинуть и даже не париться. Потому что нервы это главное. А место, где вы можете это сделать, на ровчатский лимонарий. Ну так вот, чтобы вы поняли, да, приехать сюда очень просто. Агаповка, доехать легко с любой точки города Магнитогорска. Можете с севера доехать, я потратил до сюда буквально 15 минут. Можете с юга доехать. Еще меньше времени потеряете, потому что замечательная объездная дорога сюда приводит. Вот. В вашем результате будет следующее. Да, вы поймете, поймет ваш ребенок, то, что это место самое крутое в городе. Другого места и нет. Но, кроме всего прочего, все, кто рано или поздно болеют, тоже сюда приедут. Потому что здесь выращиваются самые замечательные, сногсшибательные и очень очаровательные, я серьезно об этом говорю, лимончики. Субтитры создавал DimaTorzok